В Свято-Вознесенском монастыре служат и трудятся 90 братьев. Отсюда до границы с Румынией рукой подать. Всего 7 километров. Этого малыша величает младенец Лаврентий. Именно младенец. Монахи следят за точностью слов. А медики не очень. У Лаврентия диагноз Z21. Другое название ВИЧ-инфекция. Поэтому его бросили родители. Поэтому приютили в монастыре. Православный Свято-Вознесенский монастырь высится на холме, как пограничная крепость. Добротная и добрая. Форпост. Передовое укрепление. Осенью 1994 года настоятель монастыря отец Михаил и четыре монаха основали обитель. Из принесенной собой картошки и собранной крапивы сварили первый монастырский суп. За 10 лет построили 5 храмов и монашеские кельи. Служба в монастыре идет на русском и румынском. Верят истово и искренне. Сам храм построен руками братьев и мирян. Но строительство продолжается. С Божьей помощью и стараниями отца Михаила готовятся к возведению нового большого храма. Братья твердо верят, что возведут. При монастыре создан детский приют. В 2002 году в поселке Мольница для детей построили новые корпуса. В приюте своя детская церковь. Но служат и верят в ней по-настоящему. Глядя на детей, не верится, что эти неподдедомовские ласковые малыши – сироты. Кажется, что слишком занятые и богатые родители отдали ребятишек в заботливые, надежные руки. В приюте веселый шум. Батюшка приехал. Не поймешь, кто больше радуется – отец Михаил или дети. Но энергии через край. Малыши называют отца Михаила «тата». Он и правда им как добрый папа. Если меня люди пугают, говорят, что это 140 детей, что ты будешь делать, как в жизни. У нас двое, трое, у нас проблемы и все. Как ты думаешь? А я упал в войну Бога. Я не думаю, что мне будет тяжело. Потому что Бог все несет. Если Бог знает, что нам каждый день надо хлеб на столе. И он есть у нас. Если Бог знает, что эти дети должны кушать, одевать, лекарства принимать вовремя, все, и тепло, то Бог все дал. До сегодняшнего дня Бог все дал им. То как мне дальше не верить? Зачем мне не бояться? Пока не закончена большая столовая, обедают мальчики и девочки вместе. Но живут в разных корпусах. В каждой комнате по три или четыре ребенка. За комнатой несет послушание сестра. Отсюда уход и порядок. Мы ее немножко разбаловали. Она очень болная была. И сейчас мы не хочем о том, что мне может оказаться приступ. Я очень спокойно должен уйти, чтобы она спокойно уже была. А если я уйду, она сейчас такой крик будет, что она будет плахать. Это может начаться приступ. И мы все время так очень осторожно с ней. Пойдем вот так. Сейчас мы не играем никакие роли, только просто, чтобы не можем расставаться так. Вроде дитя малое. Но тут же девочка заправила просто. Когда младшие спят, старших обучают. Здесь понимают, без профессии никуда. Главное воспитать хорошего, доброго человека, а уже потом гражданина и патриота. Чтобы он в этом мире не навредил и не принес никому боли. Сделали дети уроки и наступает время игр. Месиво. Кони, пони, собачата разные. Все носятся и кричат. На то и детство, чтобы собак гонять. Но есть в приюте другие дети. Им не бегать. Многим ходить не в моготу. А не комком боли в горле. За что таким маленьким тяжкое горе? Но и с болью надо жить из последних сил. А ребятишки в приюте привыкли, что слабым нужно больше помощи. Такой мощный урок отзывчивости с самого детства. Субтитры создавал DimaTorzok